Бриллиантовые юбиляры Галина и Евгений Нестеровы живут в поселке Горки-10, Успенского поселения. 60 лет вместе. В ображении рисовала седовласок, сгорбленных старичков в очках, говорящих с трудом и передвигающихся при помощи палочки. Время отсчитало каждому по восемь десятков с лишней. Но, кажется, тяжести лет Нестеровы не замечают. Думаю, что вкусный пирог будем кушать. Давайте. Вот, будем чай пить. Еще ватрушечки чай будет с выпечкой. Судя по фотографиям, с любовью собранных и оформленных сыном Владимиром, в истории родителей ничего исключительного нет. Выросли в простых семьях. Это моя мама. Она умерла пять лет назад в возрасте 100 лет. В 17 последних лет Анастасия Лазаревна жила в семье дочери в тепле и заботе. Почитание семьи. Вот и все. Больше ничего. Это культ вот наш. Уважение мати. Мое. Для нас это было что-то святое. Мама к нам приезжала в Ташкент. Это считалось, что вы. Это инспекция. Мама была у меня строгая в этом плане. Это настоящая инспекция. У нас чистота, культ. Это вообще в семье было. Законы Евдокии Николаевны Нестеровой, потерявшей в начале войны мужа, мало чем отличались. Дисциплина и порядок, как говорится, в семье. Поэтому все выросли и хорошо учились. И здесь говорили уже все военные. То есть по моим стопам все пошли. Познакомились с Галиной Евгенией в Куйбышеве, где жили и учились. Познакомились случайно, в трамвае. Первый раз студент не решился подойти к незнакомой девушке. А когда через несколько месяцев снова увидел ее, был уже в военной форме, решил – это судьба. Мы с ним пока встречались, больше уже года мы встречались, в театры ходили, на концерты, в дом офицеров, на танцы. И вот пока он не закончил учебу. Ну тогда все по-скромному было. Не то, что сейчас. Сейчас смотришь, удивляешься. Неужели можно так вести себя? Да, тогда этого не было. Конечно, у каждой семьи своя философия, свои принципы. Супруги Нестеровой убеждены, их семейный опыт безупречен. И ни одной страницы своей жизни они переписывать не собираются. Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания «Отенцова».